Сегодня Государственная Дума в очередной раз пытается напугать вас. За вас все уже решили. И для того, чтобы вы, не дай бог, не реагировали на политическую повестку дня, не чувствовали себя настоящими гражданами, каждому, кто в этом будет заподозрен физическому лицу, устанавливается штраф 20 тысяч. Но это, уважаемые граждане России, еще цветочки. Все, что делает Государственная Дума, в последнее время страдает одним. Государственная Дума поступает нечестно. За свою свободу надо бороться. Деньги где у людей в карманах? Каждый закон штрафы, штрафы, штрафы. Уважаемые граждане России, я намеренно обращаюсь сегодня к вам от фракции ЛДПР, поскольку не вижу смысла обращаться к сидящим в зале большинству. Оно и так проголосует. Сегодня Государственная Дума в очередной раз пытается напугать вас и заставить заниматься в интернете тем, что никак не влияет на их благосостояние и благополучие. Постить друг к другу кошечек, собачек, рецепты приготовления тортиков и так далее. За вас все уже решили. И для того, чтобы вы, не дай бог, не реагировали на политическую повестку дня, не чувствовали себя настоящими гражданами, каждому, кто в этом будет заподозрен физическому лицу, устанавливается штраф 20 тысяч. Должностному лицу устанавливается штраф 50 тысяч. А юридическому лицу 500 тысяч. Это по статье 5.12. Изготовление и распространение агитационных материалов. Заметьте, во всех других случаях эти штрафы в 10 раз меньше. Но это, уважаемые граждане России, еще цветочки. Все, что делает Государственная Дума, в последнее время страдает одним. Государственная Дума поступает нечестно. Представьте себе спортивный поединок, когда на ринг выходят два боксера. Но один весит 120 килограмм, а другой 160. И говорят, это честно, у нас равные весовые категории. После этого кто-нибудь из смотрящих этот поединок будет признавать победителем вот этого человека, который заранее вооружившись доспехами, оружием, масками, чем угодно, законодательством, выходит и говорит, я победил. Ничего подобного. Народ знает, что он не победил. Это нечестно. Кстати, рекомендую, господа, посмотреть вам фильм «Убить дракона». Вот то, что вы сейчас делаете, то, что с вами потом будут делать, очень хорошо в этом фильме описано. Посмотрите внимательно. А гражданам России, я тоже говорю, посмотрите внимательно этот фильм, чтобы не было потом вот этих выступлений, что да, мы знали, что это все неправильно. Но дома знали. А на улице везде говорили, да, все хорошо, все замечательно. За свою свободу надо бороться. И бороться везде. В том числе и здесь, в зале Государственной Думы. Но не надо сидеть дома и не ходить на выборы. Не надо бояться. По этому закону может быть оштрафован любой абсолютно человек, если он не относится к партии власти. Когда я проводил выборы в Курске, у нас был такой депутат Рязанский. Он на всю Курскую область распространил без всяких согласований, без всякой оплаты свои агитационные материалы. Искали, признали, что это сделано неустановленным лицом. Но в каждом почтовом ящике лежало его обращение с просьбой проголосовать за него. Но он от единой России. Поэтому, граждане, помните, что для этого зала не важны законы. Закон это для вас, а для своих все, что угодно. Думайте, когда голосуете в следующий раз. Спасибо. Невозможно проконтролировать десятки, сотни миллионов контента. По этой причине это невыполнимо. Ну и с точки зрения моральной. Потому что, Ольга Викторовна, тогда и письма, обычные письма граждан во время предвыборной кампании не должны содержать агитации, пропаганды. Так что ли? Мы что, тогда будем, значит, и почтовые сообщения вскрывать граждан? А какой-то активный гражданин захочет написать всем своим знакомым тысячу писем. И именно тот контент, который сегодня вы вот так запрещаете без согласования с ТИКом по интернету посылать, ему нельзя и в письмах посылать. Нельзя по телефону будет общаться. Потому что это тоже нарушение выборного законодательства. Давайте это выборное законодательство тогда параллельно с вашей инициативой тоже как-то подстраивать под интересы простых граждан и интересы тех, кто на этом зарабатывает. Моя позиция. Кто на этом зарабатывает в интернете, неважно где. Вот тут пусть и соблюдает выборное законодательство. Но простых граждан в очередь выстраивать к ТИКам, которых нет. Нет этой системы и не будет. Вот это, я считаю, конечно, издевательство. Как говорил великий классик, вроде по сути по закону правильно, вернее по форме, а по сути издевательство над людьми. Еще в чем издевательство, уважаемые коллеги? Ну хватит принимать вот эти вот штрафы, повышающиеся в десятки раз. Каждое заседание штрафы, штрафы, штрафы. Давайте сначала ответим на вопрос, а где деньги на эти штрафы? Где потребительская корзина? Я хочу вам напомнить, вы ее похерили 1 января 2021 года вместе с вашим Топилиным, который 15 лет водил, водил не по пустыне, по дну, по дну нищеты водил с потребительской корзиной, с мротом. А теперь пришел другой, говорит, все, мы не играем в этот футбол, будем играть в другой хоккей с медианной средней зарплатой и так далее. Деньги где у людей в карманах? Каждый закон, штрафы, штрафы, штрафы. А что делает господин Байден сейчас? Он говорит, не будем участвовать в гонке вооружений, будем объявлять гонку социальных достижений. 15 долларов в час мрот, это 10 тысяч в день. Вот на что нужно отвечать сейчас гражданам. Прежде чем штраф предложить, дайте нормальный мрот, хотя бы 30 тысяч, дайте нормальную пенсию, потом штрафуйте и наказывайте. Спасибо. Уважаемые коллеги, к сожалению, после вступления в силы ныне действующей новой конституции, у нас валом пошли законопроекты, которые усиливают, ужесточают ответственность граждан. Это в сфере уголовно-правовой и административно-правовой. Появляются новые составы, усиливается ответственность там, где она была, так сказать, слабоватой. Штрафы увеличиваются, административный арест увеличивается, а за некоторые составы еще и вводятся очень-очень сомнительные меры так называемой обязательной работы. Вот сегодняшний законопроект. За что увеличивается ответственность, причем максимальная ответственность в отношении граждан увеличивается более чем в 10 раз. За что? За агитацию внеагитационного периода и за агитацию в местах, где ее проведение запрещено. Ну какой тут кошмар, какое тут такое чрезвычайное происшествие случается? Да ничего такого не случается, потому что все эти нарушения, если они и есть эти нарушения, они совершаются в результате ошибки гражданина, в результате, может быть, незнания, непонимания закона, в результате неосторожности его. Это не хулиган, не вор, это не человек, который находится под административным надзором, это самый обычный гражданин, и, как я знаю по практике, очень часто не очень-то и грамотный гражданин. Ему достаточно предупреждения, штраф-то там не нужен даже. И я обращаю внимание на то, что даже правительство, правительство сомневается в том, что это надо делать. Посмотрите, что написано в официальном отзыве правительства. Следует отметить, что в представленных законопроектах материалах отсутствует сведения, подтверждающие обоснованность кратного повышения размеров административного штрафа, в том числе с учетом требований соразмерности и индивидуализации ответственности, возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается усилить административную ответственность. Поэтому мы тут, конечно, прыгаем выше, чем правительство. Мы задаем тон, правительство более лояльно относится к народу, чем Государственная Дума, которую народ избрал. Это очень печально. Я искренне надеюсь, что все-таки, ну, как-то мы развернем этот законопроект. Если уж здесь проголосуем сегодня за, я понимаю, на фракциях уже все, на фракции Единой России все решено. Так я обращаюсь хотя бы к Совету Федерации, к президенту с тем, чтобы не пропускали этот законопроект. Это безобразие, это не годится. Спасибо. Это очень правильно, потому что мы принимаем закон и пальчиком погрозим. Люди нарушают закон, а мер ответственности никаких нет. Вообще, конечно, надо на будущее, наверное, сразу в одном законе все это делать. Да, но совершенно правильно, что мы последовательно завершили эту тему мерами ответственности. Коллеги, прошу голосовать. Идет голосование. Документ номер 45. Решение принято. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова